Больше в покер, чем просто гэмбл. Без лишнего риска попытается, наверное, одержать победу. Посмотрим, удастся ли ему это или нет. Такими небольшими рейзами, вхождением в игру. Да, напомню. Блайнды одна, две тысячи, и антей четыреста. Николай просто доплатил тысячу. Илза получает дроу флеш. Илза атакует. Нет, три тысячи, прошу прощения. Также четверочка его спасала, но борьбы не получилось. Николай скидывает карты. Ну, в данной раздаче так все стандартно было. Как ты считаешь? Да, конечно. Особо ловить Николая нечего было. Поэтому раздача закончилась быстро. Ничего перспективного не легло на стол. Вот сейчас Николай суперкарта, а вот у Илза вообще не карта. Три-десять. Как я понимаю, Николай доплатил. Он назовет слоу-плей. Да. Он пытается стащить Илза. Спровоцировать на бет. Ну, посмотрим. Отличный флоп для Николая. Опер-пара. Сейчас он надеется на то, что у Илза есть какое-то совпадение. Ну, как я понимаю, у Илза только шанс, если упадет семерка. Да. А Илза не будет играть. Правильно делает. Ну, пока единственная ситуация, которую я помню, что была, когда игроки могли сыграть, это Туз Король и Илза, и дамы валета Николая. Правильно? Да. А остальные руки так и надо, в принципе, разыгрывать. Если ничего нет, лучше не рисковать фишками. Скорее всего, нас будет ждать ол-ин. Тореадор. Лишь в случае, когда у кого-то будет средняя или мелкая пара против Туза с картинкой. 6. Илза повышает 6000. И Николай решает сыграть на 27. Хочу заметить, что математически 27 но разномастные. Самая слабая рука с префлопа. Чек. Я так понимаю, Николай очень уверен в своей игре, что может обыграть Илза. И карта ему для этого не нужна. Посмотрим. 7. Илза делает бет в размере 7000. Да, хорошо играет. Николай выкидывает. И Илза потихоньку наращивает свой стяг. Собирайте, да? Да, сейчас. Что ж, у нас очень спокойная игра. Никто не хочет рисковать. Ставит все свои фишки. Идя ва-банк с префлопом. Все хотят посмотреть как минимум на первые три карты, чтобы сыграть на все фишки. Посмотрим, что из этого получится. Николай нападает на 2.8. Илза еще не успеет, не успевает разжать свои фишки. блайнды 1-2 тысячи. И карты игроков. Король 8 у Илзы и 3.8 Николая. Ну что, Илза надо нападать с такой карты, как ты думаешь? Да, король хорошая карта для хедзапа. То есть, любой король, в принципе. Если у меня король 2, то тоже все хорошо. Ну, король 2, в принципе, по силе, если идти ул-инс при флопом для хедзапа, это не такая уж и плохая карта. Но на ней тяжело собрать что-то на король 2. То есть, на ней надо атаковать и делать контур бет, независимо от флопа. Такая вот ситуация. Ну, в данном случае, игра хедзапа, игра блефа. Можно играть, в принципе, на любой карте. Чек. Ну, вот как в данном случае. Вроде Илза сильнее, у нее 83% на победу. Но, нет, все. Николай не проявил активность, и Илза забрала банк на блефе. В хедзапе вообще от карты в меньшей мере зависит, судьба. Больше зависит от умения игрока. Играть, чувствовать карту соперника, блефовать в нужное время. если, конечно, не будет происходить так называемых подстав, если можно так выразиться, допустим, карты типа вальтов и даун, там, или да, у одного и другого. То есть, одному короли, другому тазу. Да, да, да. То есть, такой расклад сразу решит исход. Ну, мы отвлеклись. Оба игрока собрали пары, но слабые пары. Опять игра у нас неактивная. Игроки стараются задешево зайти на флоп, и кто на флопе проявляет агрессию, тот забирает весь банк. Ну, вот Илза заходит король 2, Николай от Туз 10, и как раз такая ситуация, когда ты говорил, что на короле надо нападать. Посмотрим, что сделает Илза. Илза собирает фишки. И, как я понимаю, делает двойной бет. 4 тысячи. Интересный бет. Николай, можешь сейчас проверить ререйзом, насколько сильна карта Илза. Похоже, но ты решил. Играется красными фишками. 12-й ререйз. Да, он ставит ререйз 12 тысяч. Сейчас Илза должна скинуть карту. Да, так и происходит. Илза выкидывает карты в пас. Так, нам показывают стейки. Илза 24 тысячи, у Николая 96. Почти ровно в 5 раз Николай превосходит по фишкам Илза. Вот мы видим как раз ту ситуацию, о которой я только что рассказывал. Да, как раз у Илза очень сильная рука. Это дамы, а у Николая также очень сильный туз. Туз 10. Да, обе руки сильные, особенно для хэдзапа. И они могут привести... Похоже на солны. Могут, вполне вероятно. Но в данной ситуации Илза же фаворит, правильно? Да, Илза имеет примерно 65, наверное, процентов. Где-то так вот. Что ж, посмотрим, будет ли удача на стороне Илзы сегодня. Она повышает до 5000. Опять такое же самое, заметь. Примерно такое же самое. Да, как в прошлый раз с королем, когда Николай сделал рерайзу, она упала. Посмотрим, как сейчас Николай сыграет. Николай выдерживает паузу, похоже, для рерайзу. Не думаю, что он упадет на такую ставку на туз 10. Конечно, у Илза 24 тысячи, да, мы смотрели. Да, у Илза 24 тысячи, у Николая 96. Хотя, с другой стороны, с 24 тысячами делает такой рейс. Аж тоже довольно-таки странно. Как будто бы она пытается заманить его. Как бы с 24 тысячами уже можно сразу идти, Илза. 12 блайндов плюс Антэ еще. Ну, Николай решил не рисковать данной ситуации. Просто проколировал Илза. Николай по флопу ничего не заходит. Он делает чек. Илза думает, сколько ей поставить. Илза делает бет 10 тысяч. Очень большой бет. Посмотрим, что сделать Николай. Николай вообще никаких совпадений. Единственное шанс, это если упадет туз. Или Николай соберет бегунок-бегунок-флэш. Интересное решение. Интересно, сколько? О, вот приходит туз. Это кардинально меняет ситуацию. Илза из фаворита превращается в аутсайдера. И ей могут помочь только 5%. Либо две оставшиеся даны в колоде. Ей уже ничего не остается делать. Илза идет оллин. Да. Ну что, посмотрим, будет ли удача на стороне Илза. Итак, Ривер. Нет. Не приносит. Поздравляем, Николай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова